друзья всем привет из жаркого и солнечного луганска сегодня рано утром я приехал уже немножко отдохнула климатизировался жара стоит прям капитальная такая ну и сейчас по просьбе трудящихся поедем прокатимся по местам которые люди просили чтоб я посетил съездим на третий километр на улицу чапаева съездим и в камброд съездим сегодня по таким не не сильно центральным местам но так сказать вокруг центра прокатимся по путешествуем по центру тоже будет прогулка до чуть позже сейчас мы едем по улице челюскинцев мимо пожарной части мимо ласточки мимо огурца проехали центрального рынка детского мира корону проезжаем камеру закрепил я все-таки на ручь потому что так меньше шума от велосипеда и ближе к рту поэтому звук будет чуть получше новая камера надеялся что придет до отпуска вот так она и не пришла поэтому микрофон подключить увы простите не могу проезжаем 17 школу гляньте машин сколько много сейчас это у нас получается вторник полпятого но сейчас через полчаса люди с работы поедут но и так как бы видите машин много довольно таки дома тоже делал много то то сломалась то это сломалась тоже провозился сейчас дома ремонтом прозанимался зак зарядил аккумулятор да надо будет ими позаниматься что-то полную не выдают мощность но тоже наверно в каменц приеду сегодня на рынке купил мощный 100 ваттный паяльник производства днр в донецке где-то делают маша мои по мощности не хватает нормально паять крупил тоже здесь припой там много всяких штук тестер тоже купил дешевики но забыл к нему крону купить завтра надо крону купить ну а один аккумулятор попытаюсь что-то сделать а второй просто вскрою посмотрим так это у нас по моему улица сосюры двойка здесь раньше ходила на эти трамваи давно нету пути заросли полностью где-то вон грязью покрылись да уже бы расширили бы просто улицу и все так проезжаем первую детскую 11 поликлинику взрослую но и большая тут аптека он тоже кстати какой-то ремонт смотрите идет так сейчас наверное на трамвайное кольцо мы с вами съездим ну жара конечно капитальная давненько такой не было а так с утра приехал поел дома свежего борща вкусного потом на рынок заставил себе сходить а потом проспал наверно часа три вот здесь вот это вот раскопали ремонт и ограждение поставили такое что его практически не видно было я чуть не въехал страшно было так надо ехать под а зеленый но здесь классно как вы видите асфальт новый с разметочкой не знаю что они здесь будут делать я бы парк бы сделал по центру здесь вместо трамвайной линии ну что у них планах тяжело сказать так нам сейчас прямо надо о ленте пешеходный переход разноцветный классный да кстати еще на мобильную вышку тоже ставят мужики в щитке колупаются я так и не понял и так к старому нашему оператору сделаю сделаю а кстати чистая вода питьевая бежит можно помыть велосипед то он у меня еще после рыбалки грязный после тех луж короче ставят мобильные вышки но я вот не пойму это старому так сказать нашему мкс оператору бывшему лугакому или это вот говорят что вроде крымский этот оператор . он или рост телекома или чё-то там как-то так заходит и они ставят свои вышки в общем непонятно кстати хотел загрузить карты чтобы смотреть меня на яндексе сегодня говорил что были раньше загружены яндекс короче собака удалил оффлайн карты луганска донецка короче вообще пиздец я не знаю что там по остальной украине то есть карты работают только через интернет а у гугла оффлайн карты есть пришлось короче гугловские загружу загружу загружать карты не знаю я угол в этот яндекс принципе раньше как бы и в архив сохранял карты ну-ка пока кеш не почистишь который ты лазишь ну не знаю ну понятно друзья сейчас здесь никого нету потому что 4 часа ну тут видите особенно пока ничего не изменилось хотя здесь тоже бы как-то бы облагородить бы этот участок чтобы он по цивили не был трамвайчики наверное уже ходить не будут ну тяжело сказать как и что в планах у наших властей поэтому тяжело сказать здесь вот были меня площадка видите сделано 10 днем торгует на этот переход на надземный воздушный так сказать туда к транспорту к лутугинскому так но мы сейчас поедем в ту сторону сейчас на будет карту посмотреть попросили меня тут заехать на улицу пограничников садик 70 в общем сейчас здесь покрутимся повертимся по улицам посмотрим нам сейчас по идее надо туда на луганской правды наверх хотя и здесь наверно где-то можно проехать ну сейчас посмотрим на дачу тоже хочу съездить груш по идее должно быть много мне уже мама говорит ты не хочешь на дачу за грушами съездить ха-ха-ха тонко намекает ну съездим не знаю может завтра вечером надо все распланировать потому что не так много у меня времени и мне по любому нужно уезжать в пятницу но скорее всего поеду вечером чтобы еще утром что-нибудь поснимать так вот не тупик ли там дальше не знаю а нет здесь вот за забором поворот тоже мусор валяется вот казалось бы друзья вот это вот совсем недалеко от центра частный сектор видите в каком он тут состоянии ронтовые дороги он застрял этот частный сектор я не знаю в 80-х годах наверное хотя видите тут когда-то асфальт был остатки есть вода опять бежит пить его и чисто в домике есть не чё такие а есть страшненькие старенькие да видите вот такое место в луганске много частного сектора большая деревня короче а вот здесь знаете какой теремок красивый кто кто в этом теремке живет на таких местах дороги я не знаю мне кажется это только при социализме можно строить так при капитализме никто здесь ничего делать не будет хотя по хорошему я вам скажу что если луганск будет расширяться увеличиваться нужно это все сносить и строить здесь квартала микрорайоны и так далее с нормальными улицами развязками со всем потому что в принципе это ну центр города центральная его часть я кстати не знаю это ленинский район считается по идее наверно да дождями тоже видите как здесь дорогу поразмывало а здесь вот видите под низом остатки совершенно вообще старой дороги из булыжника сейчас посмотрим куда мы выйдем я честно говоря здесь не ориентируюсь я здесь еду с вами в первый раз не курю а мы выехали как раз к шерифу о куда нам и надо сейчас я здесь посмотрю куда нам дальше ехать и продолжим наше путешествие да он кожзавод здесь асфальт хороший но его давненько уже положили самое интересное дорогой мэй что я как раз выехал туда куда надо только проехал проезд нам нужна улица киевская кто-то скорпионс или не квин слушает я думал скорпионс а похожая у них нам нужна киевская и улица пограничников и по-моему какой-то даже дом просили так вот наверное она пошла да да как тут дождями гляньте пар размывало как раз для экстремальной езды на велосипеде да в этом году дожди конечно жесткие не знаю весь август вот такой будет жаркий ну вот собственно вот это вот идет у нас улица киевская да киевская улица одном номер 50 это получается край ее она тут вроде заканчивается дальше вроде не идет но мы едем ее в начало а потом параллельно идет ней ниже улица пограничников и мы по ней прокатимся ну как видите все равно машины стоят довольно таки много домики здесь такие вроде внешне неплохие живые живые чувствуется что здесь люди живут сейчас очень много людей вернулось многие приехали там работать и так далее соответственно многие жилье здесь снимают сейчас поэтому оживляется конечно город на жалко что сейчас вот у меня мало возможностей чтобы в луганск приезжать вот и снимать потому что максимум что я могу приехать это на два выходных не считая дороги сюда и назад которая занимает в районе пяти часов да не знаю дай бог будет все нормально надо на следующий год конечно что то думать надо наверное на права учиться это машину ну вот мотоцикл что-нибудь надо или мопед не знаю потому что не наездишься сюда на велосипеде все таки какие аккумуляторы бы хорошие не были бы большие все равно тяжело да и для дороги скорость маловато все таки а время это деньги так ну вот мы выехали на улицу луганской правды вот она там вверх идет здесь когда-то я катался давайте небольшой кружок здесь сделаем здесь вон футбольное поле небольшое да когда-то я здесь давно давно еще ездил еще на старую камеру снимал ну в таких вот дебрях люди живут ну зато здесь воздух чистый и вечером здесь попрохладней вот видите какой домик прикольный улица газеты луганской правды меня когда-то тоже помню писали спрашивали а вы на улицу луганской правды я искал улицу луганской правды искал ее нету а только в равняках или где-то находит я вот не помню оказывается что она газета луганская правда а тогда я понял а так это что-то та улица которая идет оттуда от короны вот от ярмарочной площади видите здесь спуск такой вниз идет и высоковольтка идет вот так где же здесь проехать что-то здесь она дома я здесь проход вот кстати карты где я лазил яндекс вроде загрузились и сейчас работают ну как только кэш удалится по идее наверное очевидно не будет опять что-то тормоза скрипят надо будет приеду колодки посмотреть то ли колодки такие хорошие то ли диски непонятно так ну вот по идее улица пограничников начало ее 1 2 дом сейчас точно увижу табличку вроде я не должен был ниже проехать тоже смотрю бодылья от картошки люди картошку выращивают уже видимо выкопали может ранняя какая-то хотя в августе по идее уже копают слушайте друзья ну паяльник мне вот понравился я купил вообще такой царский такой типа старой советской конструкции 100 ватт такой прям пишут стоит рублей 300 так пограничников 14 а так по моему 23 что ли дом просили сейчас подъедем яблочки игрушки висят ну вот пограничников она по длине улица она дальше туда идет ну а дальше потом мы на руднево съездим туда еще заглянем я там как-то катался но я там катался так то ли зимой то ли осенью я не помню ну короче прохладно было здесь по этим улочкам вечером хорошо гулять так а что все что ли ну-ка ну-ка на улицу она вниз виляет вот это здесь конечно шанхай видите еще на склоне большого оврага построена что она тут виляет так что-то я не понял а подождите стоп она виляет не в ту сторону это уже другая улица пошла двадцатилетие октября нам наверх нам наверх надо ну мы сейчас по ней проедем на перекрестке там повернем дедушка с бабушкой сидят в тенечке возле домика смотрят кто там едет да не думаю что много блогеров по этим дебрям здесь вообще хоть что-то хоть раз снимал кто-то опять булыжничек кстати вилка и сидушка по вот такой вот друзья вот дороги вообще отлично отрабатывает мне прям нравится я прям еду я не чувствую такого знаете прям дискомфорта как бы ехал я на старой вилке и единственный косяк что конечно на такой штуке все болты и гайки по раскручивается так вот сюда нам надо заехать так одишь 23 дом так а вот здесь где-то будет 53 39 36 блин что-то я неужели он с той стороны котейка гулять молоденький 31 хм что я его проехал что ли получается видите какие тут узенькие улочки сейчас наверно день тенечки сделаем остановку я вот единственное знаете что поехал воды не взял надо где-то воды купить потому что так на солнышке катаешься пить хочется писец а вот 24 а вот 24 нашел я наконец вот 23 дом вроде здесь кто-то живут ну я так понимаю что наши подписчики наверное здесь я не знаю уже может даже не родня продали давно вот такие вот домики там тоже еще внутри какие-то флигельки и так далее вот вот так вот сейчас выглядит ну то есть не заброшенная кто-то здесь живет так ну а мы будем выдвигаться с вами дальше поедем сейчас на улицу руднева вот местные аборигены здесь бабулечки я им рассказал что говорю для канала снимаю бывшие наши луганчане говорю пишут просят вот здесь горю вот здесь горю детство прошло тоже уже горю благо что у нас не только молодежь но и дедушки бабушки умеют пользоваться интернетом и вот смотрят ну да в советское время то институты работа могли тебя заслать куда угодно не ну конечно кто хотел оставался но многие переезжали туда-сюда конечно и соответственно многие разъехались по всей большой стране на тот момент советский союз могло их какую-нибудь республику закинуть там да узбекистан таджикистан казахстан да были времена совершенно другие совершенно другие нравы были да все совершенно другое было так что-то я возвращаюсь смотрю туда куда приехал надо было левее брать а мы вот сейчас он там вроде дорога есть вокруг объедем так вниз туда на 3 километра можно выехать вот сюда поедем да но это все улица пограничная идет и что и все тупик ух ты веселые горки да доехали мы до конца сейчас будем выбираться наверх видите как прет ух ты друзья здесь следы бывшей бывшей высокоороженной цивилизации железная дорога ха-ха-ха-ха бывает же такое да когда-то здесь поезд ходил туда видимо на лесоторговый туда на руде и проулочек ступеньки тут были назад мы на вот эту улицу я не знаю как она называется не помню вернее которая вдоль которая вдоль кожзавода идет машины пропустили асфальт здесь чудесный помню помню я здесь ездил на работу туда на тельмана на аэромех но на тот момент здесь дорога была убитая у меня здесь друзья когда на машине ездили говорили больше скорость меньше я там а сейчас мы уже на лесоторговую выйдем про пан бутан луганск заправки сейчас почти все работают опять все нормально так пойдемте наверное на пешеходный переход так быстрее наверное перейдем перебрались мы на другую сторону едем дальше по улице руднева да яндекс нормально все таки карты не работают улицы показывают но не показывают объекты а вот google показывает хоть какая то польза от гугла есть вообще конечно поведение яндекса очень странно надо там порядок наводить здесь кстати тоже видите хороший асфальт приятно ехать приятно ехать мы вот уже сейчас подъезжаем к детскому саду кстати интересно здесь промзона что же многое здесь не работало тут у милама какая-то промзона тоже была своя вот интересно сейчас заработал этот завод или нет ну сейчас мы детский сад заедем а потом тут еще немножко по округе прокатимся а я вспоминаю этот сад я здесь когда-то был да тогда прохладно было еще ледок был нам сейчас надо налево поворачивать там и школа чуть выше есть а за тут здесь сейчас на подъеме будет да и здесь по моему и завод следом за ним 32 градуса выдает велокомпьютер так а вот и сад но он здесь конечно заросший его здесь очень плохо что-то видно сейчас мы здесь где-то остановимся сейчас лучше дальше здесь проеду вокруг нету здесь что-то следом какой-то полузаброшенное здание а вот собственно детский сад сам понятно сейчас уже никого нету я не знаю летом они вообще работают детские сады или или только такие дни машину ворот не ставить вот такой сейчас детский сад он охранник сидит в тенечке отдыхает ну внутрь конечно не зайдешь вон павильончики ну так вроде чисто убрано работает видите с 9 до 15 ладно будем двигаться дальше так продолжим наше движение наверх да когда я здесь катался гололед тогда был снежок было дело да поехали к школе еще съездим здесь и как раз вот сейчас проедем мимо посмотрим что тут завод работает не работает и будем наверное в сторону камброда выдвигаться туда уже вниз а нет подождите я же чапаева еще хотел сейчас на чапаева поедем завод мелам ну ничего не вывесок ничего нету по ходу дела не работает они здесь сделали оборудование для пищевой промышленности а мы сейчас наверное потом выйдем на объездную и поедем назад через лесоторговый туда на чапаева сейчас здесь кружок сделаем до школы улица имени Максима Г. Гоженко Гоженко Мартын Георгиевич что ли тоже герой Советского Союза что ли к своему стыду скажу друзья не знаю всех героев Советского Союза да здесь уже дорога похожа ну здесь вот где-то сейчас должна быть чуть дальше школа а вот по-моему она виднеется видите она высокая красивая какая за забором наверное заедем сейчас минералки купим купил я водички попил прям испаренный покрылся так прям хорошо минералочка такая со вкусом лимончика так ну в школе что-то я смотрю здесь не особо изменилось как я здесь наверное в двадцать первом году скорее всего осень я здесь был я честно честно говоря не знаю работает она или нет по идее наверное работает но поле видите заросшее хотя в принципе может она вот за дождливое лето позарастало все здесь ну такая школа здесь большая довольно таки сейчас мы тут вокруг проедем молодежь тоже гуляет ну еще каникулы пока ну скоро в школу уже ну а здесь конечно надо много 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 труда ремонт 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 надо делать здесь конечно асфальт новый все эти турники новые 33 по моему школа если я не ошибаюсь сейчас мы в центру подъедем видите ворота открытые нараспашку ну я думаю что это все буду делать потому что в российской федерации так нельзя она должна быть полностью закрытая с охрана и так далее после вот этих всех случаев нехороших да ну здание прикольное здесь да школа номер 33 сейчас отъедем здесь тенечек хорошо вот такой вот центральный вход сейчас название прочтем луганское общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа номер 3 имени и с малько малько сейчас прочитаем вот здесь вот висит табличка 2017 году школе присвоено имя Ивана Сергеевича Малько герой Советского Союза почетного гражданина города Луганска вот так видите да были герои были времена не то что нынче так ну а мы будем выбираться в школе этой процветания развития как и всей республики тоже все нужно ремонтировать 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 потому что оно все застыло дорогие мои в 90-х в этом плане я хочу сказать что вот в Каменске школы более-менее как-то ну непонятно по-разному но все равно как-то более-менее обустроены покрашены огорожены так что я надеюсь что в Луганске тоже в перспективе будет все хорошо так надо остановиться подкрепиться потому что я купил сейчас я вам покажу что я там купил потому что я борщик это с утра поел а уже сколько времени прошло я после этого ничего не ел я купил вот такую вот самсу красивую гляньте какая красивая за 85 рублей это сегодня ремонтом занимался палец порезал в общем сейчас подкреплюсь и будем выдвигаться на Чапаева дорогие мои все подкрепился я очень вкусно было самса была с мясом с сыром с зеленью прям вкусняшка уже пол бутылки полтора литровой минералки выглушил потому что жара 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 жареное солнце больших городов так нам вот сейчас по вот этой улице прямо 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 потом нам надо съездить съехать на Лутугинский и там потом переехать через Ольховку и как раз будем там где-то в районе Чапаева что-то мы опять на красный приехали ну машин как вы видите очень много номера вон и ЛНРовские и Ростовские и он московский и уже новый вон ЛНР смотрю 181 159 700 136 136 я не помню Воронеж или что это что-то все красный а вот загорелся желтый поехали здесь вот асфальт вроде неплохой тоже уложили видимо недавно но смотрю кое-где так как это улица грузовая видимо фуры груженные все-таки ямы повыдалвливали там 2 3 2 и и и и так объедем по тротуару потому что это надолго квартала вдалеке виднеется но мы на них были в прошлый раз может когда-нибудь еще съезжу если кто-то попросит о чем-то конкретном напоминаю сегодня мы ездим по просьбе трудящихся по местам ихней молодости и так далее гугл начал перестраивать маршрут потому что он меня вел вообще-то через квартала он тоже электровелосипед с широким большим колесом ну тугинская классная отремонтированная так ну опять меня он повел через советскую ведет меня не так как мне надо сейчас он будет перекресток на нем надо будет налево уйти он все пытается центральными улицами тут чапаева вот тут грубо говоря несколько улиц наверх и чапаева но он меня ведет в объезд так надо перестраиваться видите какой интенсивный трафик здесь ну это правильно на выезд на лтугина потому что сейчас они на светофоре станут так желтый свет и мы погнали но гугл конечно хреново ведет он опять меня ведет в объезд упорно ну там конечно дорога-то хреновая по частному сектору хотя здесь вот она получается идет с кварталов и туда аж до чапаева по прямой дорога вот шумахеры летают сейчас посмотрим на ольховку остановимся ну как видите друзья мои работы конечно городе еще много 30 лет ничего не делать это конечно да открывать только торговые центры и магазины и закрывать заводы так река ольховка все купаться пойдем слушайте ну воды довольно таки много я вам скажу здесь правда завальчики но много-много воды много хорошо прям искупаться захотелось дождики все-таки решают плюс плюс работают шахты поэтому откачка воды идет тоже поехал он на электровелосипеде вроде кстати собираются чистить тоже многие водоемы эти все водохранилища реки а почистят это будет больше родники лучше будут бить ну и соответственно лучше будет так но он меня ведет ведет налево хочет чтоб я ехал через ермакова через героев сталинграда вообще конечно шикарный навигатор а нам не надо нам вот сюда надо так ну свернули мы солнышко садится уже все таки август месяц поэтому раньше она садится здесь видите когда-то был хороший асфальт была широкая улица но сейчас видите вот такая вот это вторая по моему вторая краснознаменная идет вот а вот вот Здесь когда-то где-то на берегу Ольховки была кафешка. Помню, мы здесь день рождения праздновали. Сейчас даже не видно, все заросло здесь. Ну, здесь вот справа идет Ольховка. Здесь даже мостик в одном месте есть такой прикольный. Там есть такие места вообще неплохие погулять. Там типа парка, не парка, что-то такое. Так, ну мы уже почти приехали. Здесь, наверное, наверх надо. О, ну здесь, конечно, вообще, видите, какой разъезд. А когда-то здесь был асфальт. А может и не был. Да нет, наверное, был. В советское время, скорее всего, было здесь все. Сейчас никому оно ничего не надо. Да, по этой улице выедем мы. Но надо наоборот, не выше, а чуть ниже спуститься. Ну, прокатимся тоже тут по частному сектору. Еду здесь в первый раз. Улица Тарасовская. А, Луганск большая-большая деревня. Как вы можете видеть, видите. Большую часть, конечно, города занимает. Частный сектор. Строился он давно, поэтому, видите, он такой. Улочки узенькие, домики маленькие. Расстраивалось все вокруг заводов. Люди приезжали на работу, оставались здесь. О, малые красавцы. На квадрике. Ну да, по такой улице только на квадрике. Наверное, на Ольховку поехали купаться. А то там все луганское, советское, оборонное. По центру. Вот вам, Тарасовское. Вот где настоящий Луганск. Собаки бедные тут везде лежат в тенечке. Жарко. Началась жара. Гопро начала зависать. Приехал я к школе. Опа. Вот она, четвертая школа. Ну, видите, она немножко подремонтированная. Не знаю, или еще до войны, или во время ЛНР ее чуть-чуть подлатали. Ну, тоже, видите, общего ограждения нет. Вот так вот она сейчас выглядит. Здесь, кстати, был госпиталь во времена Великой Отечественной войны. Улица Чапаева 2. Вот здесь спортзал. Ну и спортивная площадка. Вот так вот выглядит. Видите, здесь у них своя котельная небольшая была построена. Ну, в общем, вот так вот выглядит сейчас эта школа и это место. Здесь, кстати, видите, уже асфальт. Ну, и эта улица туда уже выходит на остановку Чапаева, на Советскую. Поэтому здесь вот такой-то школы сделали нормальную дорогу с асфальтом. Так, камера вроде мигает. Не знаю, что-то подвисло. Так что я тут катаюсь кругами. Тоже частный сектор, даже дальше идет. Здесь асфальт неплохой. Я не знаю, 126-й, по-моему, автобус сюда куда-то раньше ходил. У него, по-моему, Горобовского или как-то оно там называется. Потому что в школе, по идее, должно что-то ходить. Сейчас мы выйдем сюда на Гаевое, прокатимся туда до Буревестника, посмотрим. И после тогда выдвинемся в Камброд. Вот, посмотрим, здесь уже тоже большая стройка была. Посмотрим, как здесь, что сейчас выглядит, как отремонтировали, что уже готово, не готово. Я здесь весной в прошлый раз снимал. Вот, смотрите, здесь едешь, сколько проводов висит. Сейчас выйдем на Советскую, посмотрите, как Советская изменилась. Так, вот мы и выехали на Советскую. Светофоры уже работают, но какое-то время они не работали. Стоят новые, красивые, светодиодные, тоненькие. О, видите, уже здесь развилку, развязку все сделали. Разметку, асфальт. Здесь же все было перерыто абсолютно. На остановке, единственное, что-то нету. Лавочки вон стоят, а нарезка никакого нету. Светофоры, мне кажется, сейчас какие-то долгие стали. Прям, не знаю, какие-то другие программы. Я смотрю, что очень долго все это происходит. Но, может, знаете, что-то изменено немножко по правилам дорожного движения России. Я не знаю. Гляньте, 10 секунд всего, чтобы выехать оттуда. Зато тут стоишь больше минуты. Так, ну что тут? Тут еще что-то ремонтируется. Ремонтируется. Что-то доделывается. Частично. Асфальт уже новый. Разметка. Уже есть. Смотрите, проводов нету. И, кстати, смотрите, что. Убрали троллей. Не вижу троллей. То есть, соответственно, кто там спрашивал насчет троллейбусов. Скорее всего, троллейбусов и трамваев не будет. Скорее всего, если и будут, как в Москве, вот эти, знаете, на аккумуляторах новые. Автобусы. Или электробусы, как они их там называют. Не знаю. Поставили везде, смотрите, лавочки. В тенечке люди вот сидят, отдыхают. Гляньте, какие хорошие газоны широкие. Асфальт положили. Тоже тротуарный вон. Ну, конечно, я смотрю. Ну, я думаю, что еще что-то будут с асфальтом делать. Потому что мне такое впечатление, что это все-таки первый слой. Он местами, я смотрю, буграми. Так, здесь что у нас? Стройка тоже еще идет. Что-то тут делают, копают. Что-то какие-то, коммуникации. Ух ты! А здесь, гляньте, вообще переделали. Подземный же переход полностью убрали. Видите? И поворот сделали раньше. Поворот был раньше дальше. И был раньше там переход. А сейчас видите, где поворот? Вот здесь вот идет переход. И вот здесь вот идет поворот. А здесь, гляньте, что-то будет интересное. Что-то здесь будет строиться. Наверное, детская площадка какая-то. Видите, остановка теперь вот здесь. А светофор теперь раньше. И на другой стороне, видите, что-то убирается, расчищается. Ну, может, и кинотеатр в порядок приведут. И парк. Хотелось бы, конечно, чтобы за ним. Парк 9 мая здесь за ним. Что, надеюсь, его приведут в порядок. Так, ладно. Сейчас люди будут выходить. А мы будем сейчас двигаться дальше. Ну, вот асфальт классный. Такой мелкий, ровненький. Для катания самое оно. Здесь и внизу, гляньте, дорожки поделали. Да, вон тоже какие-то площадки делают, видать, или спортивные, или что-то будет такое, гляньте. Вообще круто. Красота. Вот, гляньте, поливают все. Классно. Детишек поливают, детишкам жарко. Гляньте, они все сюда сбежались. Да, вон турники уже ставят. Ну, короче, будет здесь все круто. Так, ну, а мы выдвигаемся сейчас в сторону Камброда. Красота. Я думаю, что и люди довольные. Да, 8 лет такой опыт. Еще бы война закончилась, и вообще бы круто было бы. Ну, этому пока ни конца, ни крайне видно. Так, едем по улице Иленева, супермаркет Спар. Много машин возле него. Здесь вот дальше смотрю, тоже что-то делают. Карманы какие-то. Да, очень много уже сделано. Но еще больше, друзья, предстоит сделать, конечно. Орот застрял в 90-х. Ну, самое главное, я считаю, конечно, вообще глобально в России. Здесь это восстановление промышленности, тяжелой промышленности. Надо и станкостроение, и инструментостроение, и все надо самим делать. И самолеты, и вертолеты, и пароходы, и трактора. Без этого никуда мы не уйдем. А здесь у нас вот 12-я поликлиника. Ну, больница, наверное, здесь довольно-таки, видите, большая. Вокруг нее чисто, убрано. Старая еще вот плиточка советская лежит. Здесь когда-то фонтанчик был, но фонтан давно не работает. А вот центральный вход. Ну, и здесь, кстати, вот рыночек. Но его, видите, пока не трогают. Но я думаю, тоже будут здесь наводить порядок. Пройдет время. Как и на 50 лет, тоже будут смотреть тут, разбираться, что законно, незаконно и так далее. Потому что много, конечно, было настроено. Во времена незалежной, конечно, Шанхай жесткий. Много детишек в городе появилось. Вот, кстати, тоже какое-то, гляньте, колонное здание. Красивое, старинное. Дворец Радость. Вот так вот. Дворец Радость. Цветочки красивые. Сейчас будет еще одна школа. Так, а сколько у нас времени уже? О, уже 6 часов. Да, еще полчасика, и надо домой двигать. Да, вот школа идет. Кстати, интересно, возле школы машины стоят. А может, просто оставляют здесь? То есть, вот такая вот школа небольшая. Вот не помню, правда, номер. Одиннадцатая или какая, вот не помню. Тоже, видите, не огорожено ничего. И надо, конечно, ремонты, 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 ремонты. Все это дело делать, как положено. Да, правильно, школа номер одиннадцать. Я уже начинаю запоминать. Так. Все, едем. Посмотрим, интересно, здесь асфальт сделали или нет. Здесь был ужасный асфальт на переезде в районе старого ЖД-вокзала. Так, вот это поворот налево на восьмерку и на парк Горького. Ну, правда, на парк Горького там только через речку пешком переходить. То есть, на машине, конечно, надо дальше ехать. Так, здесь у нас река Ольховка, они же река Лугань. И они здесь соединяются воедино. Ну, вот она, Ольховочка, видите. Воды, в принципе, прилично бежит. Хорошо, шустро. Ну, а дальше, видите, промзона такая полузаброшенная, конечно. Так, что у нас здесь с асфальтом? Да, вроде сделали. Вот здесь был ужасный асфальт просто. Да, сделали. Прям приятно. А вот дальше уже, видите, подразбили. Или здесь не делали, непонятно. Как-то тут частично сделано. Поехали, заедем на старый ЖД. Там сейчас у нас архив находится. Поезда пока у нас, конечно, слабенько ходят. Только пригородные и до Донецка. До Москвы и так далее, до России. Все обещают, обещают. И пока все никак. Ну, грузовые, наверное, какие-то ходят. И уголь возят и так далее. А вот и здание старого ЖД. Ну, и здесь какое-то время была автостанция. Отсюда автобусы шли на счастье. Туда Платину, Петровку и так далее. Вот она, видите. Ну, она тут непонятная. Какие-то автобусы отсюда все-таки, по-моему, еще ходят. Но по минимуму. Завод Клапанов сейчас вот проезжать будем. Я не знаю, где он тут начинается. Вот уже идет какая-то промзона. Асфальт вот этих, гляньте, здесь какой убитый. Надо, конечно, снимать вот эти рельсы нафиг и делать здесь широкую, хорошую дорогу. Вот железнодорожное управление. А вот автозапчасть, завод, собственно говоря, идет. ПСБ-банк отделения. С правой стороны было. Да, ну дорога здесь, конечно. Я считаю, что, конечно, в первую очередь надо делать дороги, где вот ходит общественный транспорт. Вот здесь ходит общественный транспорт. Здесь вот люди работают. Здесь вот и фармация, завод. Вот это надо все это в первую очередь, конечно, делать. Выезжаем к саду 1 мая. И пивзавод тоже. Вот бы еще пивзавод бы восстановили. А вот тут хлебзавод был. Знаете, какое старинное красивое здание. Оно уже давно заброшенное стоит. Очень давно. Интересно, сад 1 мая тоже, наверное, когда-то ремонтировать будут. Интересно, только когда. Заехали мы в парк. Камелот кафешка. Спор там вот молодец бегать занимается. Прудик. Вон тоже еще бегуны. Смотрите, кафешка Ворошиловград. Тоже еще аттракционы там такое все. Раньше на праздники все время в этот парк мы ходили. Много людей гуляет. Ну, жара целый день была. Сейчас чуть спадает. Поэтому все выдвигаются на прогулку. Давайте сегодня не поедем по центральной улице. Поедем здесь, проедемся. Старинные тут красивые дома. Ой, ну, жара начинает спадать потихоньку. От асфальта, конечно, еще греет. Но уже полегче. Вон железная дорога идет. Взалеки седьмая больница виднеется. Плохо, что здесь тупик. Все равно придется на королевных-то выезжать. Так что, как вы видите, друзья, частный сектор у нас не только в Камброде, а и вообще много его вокруг всего центра. Видите, здесь перекрыли, чтобы не ездили. О, шашлычки жарят, как пахнет. Классно. Вот здесь за забором дымок идет. Жарят шашлычки люди. Слушайте, что-то здесь вроде шесть часов, а город как вымер. Жара всех распугала. Ну да, после работы основная часть уже разъехалась сейчас. А остальные все по паркам. По тенечкам. Ну, кто-то после работы дома сейчас кушает, отдыхает. Ну, видя, от седьмой больницы здесь уже поинтенсивней. Трафик пошел. Глория. Не знаю, работает или нет. Ну, это вот райисполконка Минобродский. Я не знаю, как сейчас они называются. Ну, короче, управление районное. Луганова пошла по левой стороне. Вот в Каменске не хватает фирменного магазина Лугановы. Не знаю, надеюсь, когда-то откроется. Ой, здесь в денечке, друзья, прям классно, прохладненько. Еду прям балдеж. Так, ух ты. А ну-ка. Сделаем остановочку. Смотрите, народ футбол играет, несмотря на жару. Молодцы. Вон машины стоят. То я как-то проезжал, не было никого. Это сейчас сегодня играют. Молодцы. Стадион Ленина. Ну да, сейчас перед закатом можно пару часиков футбол побелить. Когда жара спала. Ух ты, ё-моё. Проезжаем реку Лугань. Вот, друзья, ну это надо остановиться. Сейчас вам покажу. Походу, друзья, всё-таки начали чистить реку Лугань. Вы посмотрите, сколько ила вычистили. Гляньте, какая она широкая стала здесь. И вон, видите, плавают лебеди. И вон, с другой стороны, смотрите, работает эскаватор и чистит речку. Ну, друзья, это просто супер. Вот мы на улице Артёма. Родина. Спрашивают, что сейчас в родине. Не знаю. Магазин, наверное. Так, а здесь нам нужна улица Республиканская. По Артёма мы уже катались. Смотрите в прошлом видео. Кстати, я тут в прошлом видео бурчал за разметку. А вот смотрите, разметку сделали. А нам нужно вот сюда. Разметку сделали. А вот фонари старые ещё. Блин, большое спасибо москвичам, всем, кто здесь трудится. И, конечно, большое спасибо тем, кто нас защищает сейчас. Кто там пишут всякие, что нас тут придут, освободят, ещё что-то себя освободить. И, кстати, нас не надо освобождать. Нас уже, слава богу, от вас дебилов освободили. Так, вот что-то я куда-то заехал. Я надеюсь, я здесь проеду. Здесь вот за бугром река идёт. Кстати, дальше посмотрим, тоже чистят её или нет. Ага, вот мы и выехали. Так. Вот тут, наверное, она и начинается. Так, улица, да, республиканская. Вон, гляньте, у кого-то сколько много груш будет. Вот, я думаю, у нас надо или нет, это яблоки. Мы съездим на дачу, обязательно нарвём груш. Может, даже несколько раз съездим, посмотрим, если они уже поспели. Маман туда ехать сама не хочет на автобусе, ну, там далеко идти. Так, ну, вот улица республиканская. Так, номера домов не вижу. Первый перекрёсток. 73-й дом. Детишки гуляют. О, слив много. Всё в проводах, в проводах, в проводах, в проводах. Интернет, оптика висит. Ой, конечно, жесть вообще страшная. Смотрите, вот заброшенный домик. Жалко. Хотя тут вот перейти и центр начинается. Железную дорогу, по сути. 57-й дом. Тоже детишки, детишки. Ну, здесь, видите, здесь даже асфальт есть. Ну, это и улица. А мы сейчас по ней до конца прям поедем туда, до площади Ленина. Она прям параллельно идёт Артёма. Посмотрим, может, и на площади Ленина что-нибудь начали делать. Ну, что-то я сомневаюсь. Надо как-то вот скоперироваться. Товарищ есть у нас телеграм-канал «Московский строитель» или как-то так называется. Вот надо с ним как-то скоперироваться и ему подсказывать идею, что нужно отремонтировать. Он пишет в телеграме. У него, правда, тоже пока там подписчиков не так много, но люди читают его. Интересные статьи он там пишет. Своеведения, мнения вообще о Луганске со стороны. Так, а вот и площадь Ленина. Четвёртая детская больница. В прошлый раз мы здесь особо не катались. Давайте в этот раз прокатимся. Ну, я здесь до этого, конечно, пешком ходил, снимал. Помню, зимой как-то я здесь ходил. Вон тоже футбольная площадка. Детишки в футбол играют. Вы же видите, школа не огорожена. Здесь две школы рядом. Это всё вот находится на площади. Ленина. Я уже забыл номера, какие здесь. Так, это у нас 21-я. А, кстати, там ещё одна школа, одна Артёма тоже сверху. Тут прямо рядом несколько школ. Не знаю, что их тут как-то так интересно построили. Совсем уж рядом. Я здесь, когда болел, много ходил к гастроэнтерологу на приём. Их четвёртое одно время сюда переводили, когда коронавирус был. Так, а вот ещё одна школа. Видите, это не такая отремонтированная, хорошая. Ну, что-то ограждено, может, её будут ремонтировать. Тоже детская площадка. Может, у них здесь тоже как-то сделана старшая, младшая. Да, какой-то класса, может, учатся. Тяжело сказать. Площадь Ленина-1. Так, это школа номер 16. Внимание, ведётся видеонаблюдение. Ну, и мы понаблюдали за школой. А вот здесь вот начинается, типа, парковая часть. Видите, тут хоть, вроде, местами хоть траву покосили. Ну, да, коммунизм, социализм, советский сейф закончился. И вот здесь всё закончилось. Да. Печально. А вот здесь бы жители Камбруда с удовольствием бы отдыхали, если бы здесь был хороший парк. А вон тоже, видите, вон и центр виднеется. Видите, здесь какой обелиск. Ну, это же там же, с другой стороны, завод Ленина, завод ОР. Мы сейчас, наверное, назад здесь через рельсы перейдём. Ну, видите, всё облушалось, обвалилось. Вот такой вот мемориал здесь. Здесь вот в 25-м году проходило тут награждение. Партийный съезд здесь были, великие деятели советские. Ну, и вот тут вот поставили в честь вот этого мемориала. Видите, был с правой стороны фонтан. Ну, да, побывать бы здесь в те далёкие времена, когда здесь было всё только строилось, когда всё было здесь целое, красивое. Да. А сейчас вот уже, гляньте, это вот плитка, видите, как через неё трава проросла. То есть сколько лет она уже здесь растёт. Да, печально, конечно. Вот дорога здесь тоже такая же вокруг. Раздолбанная. А это вот 16-я линия. Улица Героя Зазулина. Фигняется вон налоговая. Вот здесь, кстати, тоже интересно. Вот здесь вот какой-то парк был. Вот тут вот. Вот тут прям. Но это ещё, видать, вообще совсем давно. Я не знаю, я на картах смотрел. Вообще обозначения никакого нету. Вот здесь вот, видите, с левой стороны оно сейчас заросло. Вот видите, заборчик остался. Какой-то здесь был парк тоже. Ну, сейчас всё заброшено. Ох, как в этом году здесь всё заросло. Раньше здесь вот такого тенька не было. Когда я здесь ходил. На ту сторону река Лугань. Внизу. Но здесь пока не чистят. Здесь пока по-старому. Так, наверное, сядем. Так, быстрее будет. Ну, железная дорога, смотрю, блестит. Значит, движение идёт. Так, ну, а что? Мы будем выбираться назад в центр. Всё. На сегодня гигантское велопутешествие второй части моего отпуска подходит к концу. Опа, весёлые горки. В общем, на чём я остановился? Путешествие до сегодняшнего заканчивается. Надеюсь, оно вам понравилось. Ух ты, что-то бахнуло, а. Самолёт, что ли, на сверхзвук перешёл. Похоже, да, самолёт, наверное. Ох, никак я не закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Да, самолёт гудит. Ну, и всем, как всегда, крепкого здоровья, мирного неба. Ну, и до новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok